привет всем привет если вы нас смотрите мы вы знаете кто мы и сегодня мы покажем расскажем немножко об открытке новогоднике с Олиго и еще не видели открытку эту и мы решили сделать вот такое видео новогодняя раз новый год мне кажется где-то здесь прослеживается связь есть немножко маленькая да да мы расскажем сейчас как это все оставалось и приглашаем вас сделать это вместе с когда смотришь на готовую картинку думаешь а как-то сразу получилось но даже перед тем как игр начал он перебирал варианты того как это может получиться не сразу были варианты что они будут стоять часами часами потому что был вариант что они стоят у окна смотрят на снег есть еще один на санте там кто-то в квартире на санте было не в квартире на санте а и был вариант который возможно в следующем году там с распаковкой всяких подарков мне понравился у нас это традиция в том году было по моему в прошлом году была такая большая массивная иллюстрация где они отбиваются от подарков на этом они уже отбились за поздно и да был вариант что аманда даже и софи целует оливера что я отказался ну у него как бы облички свободы отказался вариант даже не стала дорисовывать и все таки остановился на таком варианте думал а не буду сильно заморачиваться давайте начали все начинается с каракуль а уже потом пытаешься понять как вариант лучше работает как он больше нравится первоначально вот вы видите картинку она была нарисована речь набросок не сказал барон больше чем скетч рисуно чуть уже будет скетч адах я нарисовал на бумаге саша купил набор из от вот скетч да вот скетч паузу поставлю набор из бумаги юсу то что называется я решил не опробовать вот так вот выглядит скетч небольшой набросок было много вариантов под внизу даже есть один вариант отсюда это просто какие-то накаляканные лица да но вот так идеи просто набрасывались а здесь также есть пометки относительно того кто что делает что будет выглядеть вот он даже написано насчет пометок которые вообще не вошли сюда маке какой-то а в телефон а был вариант что софи держит телефон как будто бы селфи делает елки что тут еще непонятно пар может быть изо рта у меня говорил что оливер не знал чтобы не делать оливер на лице да еще по каждому на пальце варианты тут было несколько вариантов был вариант что она его либо целует ли вы не целует потому что у нас еще были по этому поводу сомнения потому что не было я не знал что рис потому что в первых трех выпусках у них отношения будут несколько иного характера и я сомневался по поводу того стоит ли но это это сейчас до всех фанатов да и мы как-то обсуждали то что можно сделать ряд картинок а что-то вроде селфи инстаграма где персонажи как будто бы не на съемках или на съемках занимается ерундой и поэтому я еще меньше стал сомневаться по поводу делать что но это в общем за кулисами такая куча софи целует его нет и кому же пришлось пришло в голову название что желание сбывается как будто бы оливер загадал желание что чтобы софи его поцеловала и вот вы позже увидите если не заметили ранее что на часах уже после полуночи а значит желание сбылось и ну вот у тебя какой-то персонаж ну да и не вот просто игры рисует везде где на очи скинуть кучи бумаги и было много вариантов идей во внизу тоже была одна половина зарисовки того что могло быть тут тоже всякие елочки и прочее прочее и лица персонажа но я остановился на этом варианте тут также были варианты что софи просто стоит тоже с бенгальским но я не хотел чтобы было несколько бенгальских но так же оставался вариант и был вариант что оливер когда софи поцелуют он взрывает хлопушку но оказалось что не так много места там и вот этот вариант где вы видите тут почему-то две аманды почему-то не помнишь уже но даже три под я пока же была одна мана нам не нравилось я уже вечером заканчивал рисовать ее и вот эту маленькую я утром нарисовал набросал мне она понравилась я стер ту оригинальную и нарисовал вот эту аманду но когда ее дорисовал и потому что вот это которая на наброске она получилась более живой поэтому оставил их две и вот сейчас увеличил и уже дальше я уже рисовал по наброску да по наброску я создал файл формате а5 да но увеличил ее в двое изображение картинки что потом можно было уменьшить меньше потери качества и смотрелось лучше так все-таки линия тоньше становится когда уменьшаешь картинку есть в этом какой-то прикол и тут я по всей видимости все еще настраивает файл правильного он был ровненький тоже позиционирование играет свою роль обычно когда я кучерявлю на бумажках что-нибудь наброского я еще то такой профессиональный термин кучерявлю я еще обрезаю подставляю ровнее да тут уже само собой как-то ровненько все получилось что-нибудь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чуть-чуть лицо и так далее Тут тоже прикол со зрачками Разные художники по-разному рисуют зрачки Бывают даже диснеевские темы используют Ну, у них зрачки здоровые Так персонажа выглядит как-то, не знаю, забавнее что ли, милее А я попробовал, может добавить зрачки сделать больше, но он немного наркоманистый какой-то, поэтому я и сделал стандартной величины Но всегда можно поэкспериментировать, если подойдет, то полюбит Общая длительность видео заняла 14 часов Мы ее ускорили где-то до, ну, грубо говоря, минут 14-16 в этом радиусе Ты просто не знаешь, какой будет длительность после монтажа Да, еще один монтаж будет И, соответственно, 14 часов это такой довольно быстрый вариант рисования открытки, такой полноценной иллюстрации Да, это где-то рисовалось 3 дня, я еще болел, но надо было успеть до Нового года, поэтому я встал такой И себя неволнимо в детстве И вот вы можете заметить некоторые моменты, которые я рисую Я пальцем показывал, сейчас вы даже мою руку не увидите Ну, тут есть моменты черные, которые заливаются, допустим, под шарфом, под волосами Софи Или под курткой вот такие, которые задают объем Черные, а это как бы не контур, но они как бы дополняют рисунок И задают больше объема персонажам, больше объема Если мы рисуем, вот рисунок объемный Это специальный такой прием, чтобы он выглядел интереснее Чтобы как-то показать форму Глаз международного человека визуально уже начинает дорисовывать Да, черное и делает более глубоким эту часть рисунка Ну и плюс я предусматривал, что в дальнейшем будет некоторый момент разукрашено И допустим, вот сейчас я нарисовал момент у Аманды На голове такие листики, наверное, свойственные только каким-то американским рождественским венкам Но когда я рисовал, я просто еще опирался на фотографию с часами По-моему, эту фотографию еще в прошлом, или позапрошлом году Нашел специально для мобильного телефона, чтобы было какое-то рождественское или новогоднее настроение Скачал, и они остались, эти фотографии И там были вот такие часы с всякими украшениями Вроде елочными, всякими шивками, всякими веточками И когда я посмотрел на фотографии, я уже последовательно, когда рисовал что-то, Напросилось такое для Аманды Я нарисовал для Аманды И вот опять же Какие-то исходники, какая-то база была уже Ну да, что-то в голову приходит, добавляешь по-своему И опять же, говоря о том, что не просто рисуем контур, а заливаем Вот если вы посмотрите на бенгальский огонь, он полностью без контура Просто нарисован И в дальнейшем я просто предусмотрел, что он цветами будет раскрашен Не нужно дополнительных линий и заморачиваться по полной детали Он белый потом в конце в итоге получается Да Когда я рисовал персонажей, я поглядывал еще на исходники Просто забиваешь интернете какие-то зимние куртки Женские, детские, мужские Я смотрел какие-то элементы И просто подбирал то, что мне нравится И искал с определенной целью И вот так я подобрал Что я подобрал? Куртку для Оливера Какая-то мужская куртка была Для Софи тоже, ну Капюшон мне просто нравился А дальше я уже нашел какую-то куртку Саша вил фотографию Красная она была изначально Но она не осталась красной Да, дойдем еще до вариантов рисовки И для Аманы тоже Мне кстати понравилось Что ты вставил на переднем плане вот эти веточки Сосновые, еловые И они как бы создают Добавляет атмосферу того, что это все-таки Новый год Кстати, насчет вот этой картинки Мы тогда помнишь, когда шли распечатывать И у нас там есть в центре города В центре Бендер у нас есть площадь И мы вот в преддверии Нового года туда пошли И нас что-то топнуло Там показалось, что получилось бы отлично новогоднее место Где есть Там классные лавочки Там просто так все окружено Хорошо, мы стоял эти памятник Ну и так нормально Ну можно все поправить И я подумал, что вот там есть вход в здание Я подумал, что было бы круто, если бы вход в здание Было бы гигантские вот такие часы И особенно если в Новый год В здании выгорел свет И вот так вот на фоне здания выглядело что-то вроде этого И оно осталось в голове И потом позже Привратилось в этот образ Да Уже использовал тактики Ну вот уже дошло дело до цвета Мне кажется, большую часть времени ты все-таки потратил на работу со светом И с цветом В данной иллюстрации Потому что Много времени пришлось потратить на подбор базового цвета для персонажей Ну просто С практикой это быстрее получается Тут не было особого представления о том, как будут выглядеть Только знал, как будут выглядеть часы А как они будут темнее, светлее Тоже не хотелось их Но это получается из-за того, что На фоне часы они слишком яркие И получается сами персонажи темнее Ну да, тут зависит от фокуса На чем фокусироваться Фотоаппарат Можно сфокусировать на них И можно сфокусировать на часах Ну так бы было размытие Ну не один размытие Ну конечно Здесь есть обращение Это как если выставлять выборшку, то тогда яркость на них Ну да Тут зависит опять же от рисовки Это все-таки не фотография, а комиксный такой стиль И тут зачастую не используется размытие Можно, конечно, использовать размытие Но зачастую проще их используют Ну используют, конечно, но зачастую даже крича бокс используют Зачастую проще взять Правильно расставить акценты Ну можно и размытие Иногда так даже если Тут надо экспериментировать И вот здесь вот ты используешь это специальное меню Как оно, кстати, запускается Это сочетание Ctrl-U 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 Оно по умолчанию? Да И подбирают сюда Много сомневался по поводу цвета волос Аманды Потому что в принципе цвета их при нормальном дневном свете я знаю А тут и вечер, тут они в другом освещении Поэтому были сомнения по поводу того, насколько темный и желтый должен быть во волосах или нет Ну изначально хотели делать куртку в желтой Потому что как бы хотели сохранить именно все оригинальные цвета для Как Софья, она в желтой майке Оливер такой в батнике с синим, так в фиолетовом Это неосознанно я думал о том, что у него будет синяя куртка Кстати, я нашел просто на фотографии куртку в лосине А потом уже понял, что похоже Что Аманда в зеленом Потому что у нее свитер зеленый И Софья в принципе это желтый цвет Только он более темный Более зеленый Более зеленый Более темный Более грязный Насколько я знаю, всегда ты сидишь, выбираешь оттенки, играешь Но в итоге, когда дело доходит до определенного момента Когда уже все набросано Ты начинаешь более правильно выбирать цвет Мне кажется, когда уже на рисунке есть разбросаны все цвета Ты уже более конкретно видишь, чего хочешь Ну да, просто надо иметь в виду, что ты не сразу все подберешь А цвета будут в совокупности влиять на то, что ты на конце видишь Потому что сейчас просто плоские цвета Потом появятся такие объемы, тени Цвет сразу будет иначе смотреться И когда еще потом свет добавится Тут тоже будет иначе смотреться Кстати, я даже не думал, как будут вот эти наушники мохнатые смотреться А уже со светом их подправил И по-другому смотрелось А как ты постепенно... Ну, сам процесс построения рисунка, как происходит у тебя? Ты сначала накладываешь тени, потом свет Сначала основные цвета набрасываю Это как и в рисовании Если основа хорошая... Да, если основа хорошая, то потом с ней проще работать И меньше будет косяков Тут я поэтому подбираю цвета А потом уже начинаю добавлять цвет Вот я тут видел, что у Софи должно быть какой-то макияж Поэтому начал немножко добавлять цвет Я смотрел, кстати, тоже какой макияж делать Типа новогодний Мне это не особо помогло Потому что слишком много на ней макияжа было Мне нравится, что у тебя такой же подход Как, допустим, у меня был Когда я писал, допустим, статьи Или какие-то сюжеты Мне надо было сначала глубоко копнуть в информацию Которая будет по моей теме А потом все это собрать, компоновать где-то в голове И сделать готовую композицию Готовую работу, в моем случае Готовую какую-то статью Да, но тут нужно по-быстрому Тут нужно к себе тоже прислушиваться Что тебе нравится, что тебе нравится Чтобы не вдаваться особо в детали Потому что тут... Может куча времени уйти на это Да Ну да, ты в итоге... Ну просто как бы собираешь в голове у себя всю эту информацию И потом перевариваешь и делаешь уже Чтобы было творчески от себя Это выдает Да, потому что по ходу тоже меняется Когда был рисован рисунок Если вы заметили У Аманды была не варежка А была перчатка, в которой было видно все пальцы И я планировал, что она будет одета У нее... Ну, фиолетовая будет перчатка Разноцветная Плюс оттенки лилового, желтого Но потом по ходу я подумал Что не будем усложнять Сделал вопрос И сделал такое А еще момент был Когда... И у детей считаю обычно без пальцев Я когда одевал их, Оливера и Аманды По ходу решал Какой будет, допустим, шарфик у Оливера Он мне показался таким праздничным Хотя думал, может быть однотонным Не представлял, что он будет полосатый И у Аманды тоже искал какие-то исходники Но уже свой узор какой-то нарисовал В голове все равно перерабатывается свое что-то, что подойдет Я увидел, что они по-праздничному выглядят В отличие от Софи И тогда подумал, как ее можно сделать более праздничной И сделал ей макияж сначала Ну и перчатки добавил Такие, типа, зимние Сочетание цветов Новогодние и красные зеленые Ну вот смотри Сначала у тебя были плоские шарфы Плоские Как ты потом вот создаешь этот объем вообще? Отдельным слоем Вот если тут видно, не помню Видно, не видно Я создаю слои с умножением А потом и... То есть перекрытие умножения Да, умножение и перекрытие И вот видно цвет Я беру такой не сильно темный Холодный цвет Также подбираю его Который лучше смотрится Но тут я тоже сразу увидел Что холодненькие больше Потому что все-таки Зима, холодно И тут пришелся холодно сказать И... Тут тоже была одна загвоздка с Амандой И я походу заметил, что у нее... Брови Брови обычно я закрашивал По контуру А потом внутри И тут я сразу их зарисовал черным И вспомнил, что у нее Брови не черные А немножко такие под цвет волос Да, и подбирал уже цвета для ее крови Иначе Ну вот смотри Как у тебя получается именно Вот куртка ее более желтая И шарф у нее такой Как будто бы более блестящий Там что-то использовал Ну вот сейчас уже Я использовал дополнительный слой Это тоже с наложением Уже идет Либо перекрытие, я уже не знаю Либо линейный свет Потому что тут они похожи Ну ты добавляешь просто дополнительный свет И делаешь перекрытие? Да, я дополнительный слой То есть тут никакого слова нет, да нет Или как? Нет, просто кистью такой Мягкой, круглой Использую И выглядит как переходики Такие просто главное Правильно подобрать Поставить Ну это конечно Происходит Благодаря учету света С какой стороны падает цвет Ну да Вот на нее бенгальский огонек И вот и на Оливера падает цвет И на нее С учетом этого тоже Благодаря тому, что сзади идет свет тоже Сверху В общем Тут уже ты и смотришь Как будет правильнее смотреться И как интереснее будет смотреться картинка Потому что я все-таки предусматривал Что где-то слева тоже Падает более Вечерний свет на Софь Снежок пошел Да И тут было проще Я не стал прорисовывать все елки А просто нарисовал их Вроде концепт-арта И набросал просто цветами тени И все Насколько в такой быстрой картинке Получается экспериментировать Со светом С цветом Что-то новое пробовать Когда допустим Ограниченный, объемный И вообще даже не с этой картинкой Когда работаешь за калдом каким-то Получается экспериментировать Или ты скорее всегда Больше в своем творчестве Каком-то экспериментируешь Какая есть время Как-то все равно экспериментируешь Потому что Хочется лучше Хочется лучше сделать И у тебя есть какие-то мысли Которые могут не сработать по ходу Как с теми же перчатками Которые я Опять же, в туризации Да Думаешь Что-то будет так лучше выглядеть Но по ходу оно может не работать И ты уже По ходу определяешь Что будет лучше Ну вот, кстати Бенгальский огонь уже бел Мне нравится, что вроде Как бы один сплошной цвет Но создается в натуральности Какого-то бенгальского цвета Да, как бы Ну это еще благодаря тому Что там свечение сверху добавил И что еще? Еще сзади Такой желтый цвет Поэтому все вместе создается Потому что тут картинка идет И тут уже надо смотреть Все вместе как-то Потому что в принципе Вот сверху на голове Оливера Софи Есть свет Я его вообще не планировал Саша сказал Добавь туда свет И я добавил свет По-моему, это уже финал На этом же финал Я также добавлял Цвет на линии На прическе Оливера На магии Небольшие вкрапления Добавление теплого цвета Вон на капюшине Есть на перчатке Оно как-то добавляет Света И В общем-то Вот такой Картинка получилась В итоге Надеюсь Вам понравилось то, что вы услышали Вы услышали Больше, чем ожидали Может быть Вы чего-то не услышали Если хотите узнать Что-то еще Вы знаете Где оставить свои вопросы Стоп Мои руки Оставляйте свои вопросы Мы постараемся На них ответить С вами были Комикс-братья Игорь Зиненко Художник-иллюстратор И Саша Зиненко Писателем И болтатель Спасибо, что были с нами Надеюсь Вы провели это время с пользой Игорь тоже Надеюсь, что у вас Праздники прошли с пользой Да можно и без пользы Ладно, чтобы весело Переваривайте еду И всего самого наилучшего Увидимся чуть позже Подписывайтесь Если вы еще не подписаны Пока